Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава книги Левитт, перевод российского библейского общества, я читаю его для библейского портала экзегет. Длинная и неприятная глава, вот прям даже не хочется к ней приступать. В ней идет речь про кожные болезни, и не только про кожные болезни, но вообще про всякую такую вот нечистоту, связанную с органическими изменениями на теле человека или на разного рода предметах. Зачем это здесь? Ну, во-первых, и мы об этом уже говорили не раз, все эти ветхозаветные ритуальные правила имеют, конечно, определенный практический смысл. Они нужны для того, чтобы, ну, скажем так, сдерживать распространение заразы. Кожные болезни, как правило, очень заразны, тем более, если люди живут скучно, то они легко переходят от одного к другому. Точно так же и разного рода органические поражения, которые бывают там на ткани и так далее. Ну, а с другой стороны, вот у нас есть этот принцип, Бог свят, и вы будете святы и чисты. Если так, значит, любой контакт с нечистотой он в каком-то смысле удаляет человека из этого Божьего народа. Господь сказал Моисею, если у человека на коже появится вздутие, струбки или белые пятна, признаки проказа. Этого человека нужно отвезти к священнику. Ну, слово проказа здесь традиционно используется в переводе, хотя сегодня проказа и называется вполне определенная болезнь, но она, кажется, была занесена намного позже из Азии. Просто, ну, будем понимать, что проказа условно здесь – это просто кожная заразная болезнь. Так вот, а что делать? Медицины еще нет, анализов нет. Этого человека нужно отвезти к священнику Арону или к одному из его потомков священников. То есть, чистота, не чистота – это все, что относится к святилищу и к священникам, значит, они там и решают этот вопрос. Пусть священник осмотрит пораженную кожу. Если волосы на этом месте побелели и там образовалось углубление, то это проказа. Если человек увидит такое, он должен объявить больного нечистым. Нечистым, то есть, он не будет ни с кем контактировать. Вот, кстати, в Новом Завете история про проказанных, которые хотят очиститься. Это не только они выздороветь хотят, они хотят, чтобы их приняли в общество обратно. А если на коже белые пятна, но углубления нет и волосы на этом месте не побелелят, пусть священник изолирует больного на семь дней. То есть, такой карантин, да, вот идея карантина уже тогда есть. Кстати, современное слово «карантин» с недавних пор очень популярное во всех языках мира. Оно от итальянского карантена 40-дневе на 40 дней, такой период, подобный Великому посту, во время эпидемии заключали те, кто мог быть распространителем эпидемии. Да, здесь всего лишь семь. На седьмой день пусть священник его осмотрит. Если пораженное место не изменилось и болезнь не распространилась по коже, пусть священник еще на семь дней изолирует больного, а на седьмой день его осмотрит снова. Обратите внимание, это 14 дней карантина со строгим наблюдением. На что-то очень похоже, мне кажется. Если пораженное место поблекло и болезнь не распространилась по коже, священник должен объявить больного чистым. Это просто струбья. Пусть этот человек постирает свою одежду и будет чист. Ну, то есть, на поправку пошел. Но если уже после того, как он показался священнику и был объявлен чистым, струбья распространились по коже, он должен снова показаться священнику. Если священник увидит, что струбья распространились по коже, он должен объявить больного нечистым. Это проказа. Ну, тоже принцип понятен, да, то есть 14 дней карантина, если все стало лучше, значит, все хорошо, если болезнь возвращается, то, увы. Человека, у которого проказа, нужно отвести к священнику. Если священник увидит, что на коже есть побелевшие вздутия, волосы на этих местах побелели, а мясо обнажилось, ну, это прям тяжелый случай, значит, у этого больного хроническая проказа. Ну, то есть, какая-то тяжелая. Священник должен объявить этого человека нечистым, изолировать его незачем, он нечист, в смысле никакого карантина, а сразу, то есть, он нечистый, он изгоняется из общения с другими людьми. Но если проказа распространилась по коже и покрыла больного с головы до пят, насколько священник может заметить, если священник увидит, что проказа покрыла все тело больного, он должен объявить этого человека чистым. Тот, кто побелел целиком чист. То есть, предполагается, что это, возможно, какая-то странная ситуация, но вот это не болезнь, это свойство этого организма, да, вот кажется немножко абсурдным. Или то, что он переболел уже, и это не опасно. Однако с того дня, как на человеке обнажится живое мясо, имеется в виду подкожное, он будет нечист, соответственно, значит, все-таки прогрессирует. Если священник увидит живое мясо, он должен объявить больного нечистым. Живое мясо нечистое – это проказа. Но если живое мясо опять побелеет, то есть, возможно, зарастет шрамом, пусть человек снова придет к священнику. Пусть священник осмотрит его. Если пораженные места побелели, священник должен объявить больного чистым. Он чист. Значит, шрамы, да. Итак, непонятно для нас сегодня, но для них, очевидно, это были такие, ну, самые примитивные эпиземиологические правила. Вот как предотвратить распространение болезни. Если у человека на коже появился нарыв, который затем прошел, а на его месте возникло белое вздутие или красновато-белое пятно, пусть больной покажется священнику. Если священник увидит, что на этом месте углубление, волосы там побелели, такой главный признак, да, то есть углубление, значит, ну, какая-то деградация тканей, да, изменение пигментации волос, он должен объявить больного нечистым. Это проказа, которая развелась на месте нарыва. Но если священник не обнаружит там белых волос и углубления, окажется, что пятно поблекло, пусть изолирует больного на 7 дней. Если пятно распространилось по коже, священник должен объявить человека нечистым. Это болезнь. А если белое пятно не меняется и не распространяется, это просто рубец от нарыва, и тогда священник должен объявить больного чистым. Ну, тот же самый принцип, да, то есть в случае, если все становится хуже, он нечист. А если все плохо, но не прогрессирует, то, значит, ну, переболел человек, да. Если кто-нибудь обожжется и живое мясо на месте ожога станет красновато-белым или белым, пусть священник осмотрит этого человека. Если волосы на пятне побелели и образовалось углубление, значит, на ожоге развелась проказа. Стандартный признак, да. Тогда священник должен объявить больного нечистым. Это проказа. Но если священник не обнаружит там белых волос и углубление, окажется, что пятно поблекло, пусть он изолирует больного на 7 дней. На седьмой день пусть священник его осмотрит. Если пятно распространилось по коже, священник должен объявить больного нечистым. Это проказа. А если белое пятно не меняется, не распространяется по коже, если оно поблекло, это вздутие от ожога. Священник должен объявить больного чистым. Это просто рубец от ожога. Дальше. Смотрим про... Тут про тело. Ну, бывает еще под волосами что-то. Если у мужчины или женщины воспалится кожа на голове или на подбородке, под бородой, соответственно, и священник увидит, что на этом месте углубление, а волосы там редкие и желтые, он должен объявить больного нечистым. Это парша, проказа на голове или на подбородке. Но если священник увидит, что на том месте, где появилась парша, нет углубления и нет черных волос, пусть он изолирует больного на 7 дней. На седьмой день священник должен осмотреть больного. Если парша не распространилась и на этом месте не появилось желтых волос и углубления, то пусть больной обреется, не затрагивая воспаленного места. Очевидно, что было легче следить за распространением. И пусть священник изолирует его еще на 7 дней. На седьмой день пусть священник осмотрит больного. Если парша не распространилась, по коже углубления не появилось, священник должен объявить больного чистым. Пусть этот человек постарается в одежде и будет чист. А если уже после того, как больной был объявлен чистым, парша распространилась по коже, то священник, увидев, что она распространилась, может уже не искать желтых волос, больной не чист. Ну, принцип тот же самый, прогрессия болезни. Но если вид воспаленного места не изменился, и там выросли черные волосы, значит парша сошла, и больной чист. Священник должен объявить его чистым. Ну, скучно, я понимаю, давайте вот доберемся до конца этой секции, поговорим о том, есть ли в этом вообще какой-то смысл для нас, у которых есть, слава богу, медицина и всевозможные средства диагностики, лечения. Хотя и то, мы видим, не всегда они срабатывают. Если у мужчины или женщины кожа покроется белыми пятнами, а священник, осмотрев больного, увидит, что брезна этих пятен поблекла, значит это просто побеление на коже, больной чист. Ну, мало ли по каким причинам. Бывает так, что признаки есть, а болезни нет. Если человек потеряет волосы на затылке, думаю, со многими случалось, то это лысины на затылке, он чист. Если человек потеряет волосы спереди, то это лысины спереди, он чист. Все хорошо, бывает. Но если на лысине, которая на затылке, или на лысине спереди появится красновато-белое пятно, значит на этом месте развелась проказа. Значит, облысение следствует болезни, а не естественных причин. Если священник, осмотрев этого человека, увидит, что у того на лысине, которая на затылке, или на лысине спереди есть красновато-белое вздутие, похожее на проказу, какая бывает на теле, значит у этого человека проказа, и он нечист. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове проказы. Ну и дальше, нечистый, 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 а что нечистый, что с ним дальше? На больном, который поражен проказой, должна быть рваная одежда, его волосы должны быть распущены, то есть так, чтобы издалека было видно, что с человеком все не в порядке. Он должен закрывать лицо от усов и ниже. Маску носить, между прочим, надо. У нас тоже в основном носят маску вот так, да, рот не закрывая. И пусть он кричит, нечист, нечист, то есть предупреждает даже голосом, вдруг кто не заметит. Он остается нечистым, пока болезнь не пройдет, он нечистый, должен жить один, пусть его жилище будет вне стана. Тут еще дальше про другое, но давайте остановимся и подумаем о людях. Слушайте, а не проще сказать, если что-нибудь такое вот сомнительное появилось, пусть живет вне стана. Лучше вообще всего его прирезать, чтобы не заражал. Люди очень часто подходили именно так, я не шучу, во время эпидемии нередки случаи, когда даже здоровых людей убивали, если они путешествовали из зараженного региона в другой, который пока не затронут, а вдруг они носители. Смотрите, сколько всяких скучных подробностей, чтобы дать человеку максимальные шансы оказаться здоровым. Вот до последнего, пока нет абсолютно явных признаков прогресса в этом заболевании, не выносится вердикт о том, что он нечист, он не изгоняется из человеческого общества. А человек – это величайшая ценность. И даже если есть подозрения, не надо торопиться эти подозрения делать основой для его изоляции. Мне кажется, очень хороший урок для 21 века. Да, но заразными бывают не только люди, бывает, что разного рода грибки, бактерии, вирусы поражают органику. Если появятся проказы на одежде, шерстяной или льняной, конечно, это другая проказа, то есть распространяется там грибок или что-то еще, какое-то заболевание такое. На продольных или поперечных нитях, льняной или шерстяной ткани, на коже, на любом изделии из кожи. Если это пятно на одежде или коже, на продольных или поперечных нитях ткани, на какой-нибудь кожаной вещи, будь зеленоватого или красноватого цвета, значит, это проказы. Эту вещь нужно показать священнику. Пусть священник осмотрит вещи и велит, чтобы 7 дней к ней никто не прикасался. Ну, то есть тоже карантин наблюдения, да? Если на седьмой день священник увидит, что пятно распространилось по одежде, по продольным или поперечным нитям ткани или по кожному изделию, каково бы ни было его предназначение, значит, это вредоносная проказа. Эта вещь нечиста. Тогда надо сжечь эту одежду, эти продольные или поперечные нити, эту ткань, шерстяную или льняную, отдельно нити, потому что, возможно, ткали, да? И вот прямо на тканском станке поразило это явление нити. Эту ткань, шерстяную или льняную, это изделие из кожи, все, на чем появится пятно. Это вредоносная проказа, вещь должна быть сожжена. А если священник увидит, что пятно не распространилось по ткани, по продольным или поперечным нитям, по кожаной вещи, пусть он прикажет постирать ту вещь, на которой пятно греет, чтобы еще семь дней к ней никто не прикасался. Если после стирки священник увидит, что пятно не изменило цвета, хотя и не распространилось, то эта вещь нечиста, ну, то есть вывести невозможно. А если должен сжечь ее на изнанке или пятно, или снаружи, вещь испорчена. В те времена, когда не было китайского ширпотреба дешевого, это была довольно-таки большая утрата сжечь какой-нибудь кусок ткани. А если священник увидит, что после стирки пятно поблекло, пусть он оторвет эту часть ткани, кожи продольных или поперечных тканей. Если же пятно снова появится на ткани, на продольных или поперечных нитях, на кожаной вещи, значит оно распространяется. Тогда должен сжечь вещь, на которой пятно. Но если после стирки ткани с продольных или поперечных нитей с любой кожаной вещи сойдет, это пятно пусть вещь постирает еще раз, и она будет чиста. Смотрите, а с вещами все сурово, чуть что сжечь. Но только если само сойдет от стирки, тогда можно оставить. Потому что вещь – это вещь, а человек – это человек. Человека нужно оставлять в обществе до тех пор, пока не выясняется абсолютно железно, что он заразен и опасен. Таков закон при появлении проказа на шерстяной или льняной ткани, на продольных или пепречных нитях, а на всякой кожаной вещи. Так объявляют вещь чистой или нечистой. Так, но если человек заболел, он может выздороветь, правда? Что с ним тогда делается? А в этом следующее 14-е. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok